Пишу. Первое. Хлебопечь. Бытовая техника, мебель, автомобиль – все, что имеет ценность и является собственностью неплательщика, могут изъять в счет долга, если не погасить его в установленный срок. Арест на имущество налагается в случае, если дело гражданина находится в исполнительном производстве. Как правило, это результат долгих невыплат. Система у нас следующая. У нас есть депозитный счет нашего хостинского районного отдела. Это в каждом отделе есть. Должник уже напрямую к нам оплачивает долг. Когда он уведомлен о том, что у него есть долг, у него есть 5 дней для того, чтобы оплатить его без исполнительского сбора, через 5 дней мы выносим исполнительский сбор. Это 7% от суммы долга. Визит судебных приставов для должников не сюрприз. Прежде чем прийти домой, представители закона их не раз предупреждали о возможных последствиях. Вместе с приставом приходит слесарь. Он и отключает подачу горячей воды. Как утверждают в Сочи Теплоэнерго, такие меры вынуждены, но самые эффективные. Если должник не оплачивает на протяжении двух месяцев подряд, то его можно идти и отключать. Вне зависимости от суммы долга. Ну, конечно, с нашим количеством должников мы опираемся и на сумму долга в том числе. По словам Анатолия Джириева, сейчас на курорте порядка 4 тысяч неплательщиков. Самым злостным приходится отключать горячую воду. Уйти от выплат счетов не получится, а вот избежать ареста имущества все же можно. В случае, если должник обязуется оплатить счета в течение суток. Мы можем сделать акт описи ареста вашего имущества и у стартов продавать его. То есть, все-таки вам не хочется этого делать. Такие визиты будут наносить каждую неделю. А 28 марта жители Хосинского района смогут узнать о своих задолженностях в местном отделе приставов. Городские власти надеются, что такой день открытых дверей позволит избежать многих неприятных ситуаций. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.